привет всем меня зовут майк это все о бетоне сейчас мы заливаем теплый пол бетоном у нас это деревянный каркасный дом смысл в том что у нас здесь водяной теплый пол выложен и нам надо правильно все согласно инструкции залить бетоном не повредит трубу мы заливаем стяжку толщиной полтора дюйма то есть пять сантиметров в каждой комнате если у меня не знаете меня зовут майк подписывайтесь на мой канал на нашем канале все о бетонных полах в разные марки и бетоны как делать как делать бассейны если это ваша тематика и вы хотите узнать об этом пожалуйста подписывайтесь и будете в курсе о всех моих новостях и новинках в этой тематике мы будем прорабатывать каждую комнату в каждой комнате я повторюсь будет полтора дюйма то есть пять сантиметров мы обязательно используем тонкий гравит маленький гравит 3 8 миллиметра по этим трубам будет течь теплая вода примерно 35 45 градусов это будет основное отопление этого дома мы делаем уже готовое основание финишной на которой можно ложить уже напольное покрытие плитку и ламинат или другое покрытие можно сделать паркет ну если это все делать согласно инструкции это видео в ускоренном режиме показывает процесс работы как мы все это делаем данном случае дом находится в штате мэн сейчас у нас такой бум на водяные теплые полы практически все дома которые мы делаем делаются с теплыми полами в данном случае видео ускоренное но на самом деле процесс не такой простой как кажется у нас тут много дверных приемов и достаточно неудобно возить постоянно тачку очень много маленьких комнат и это усложняет процесс вы видите на видео это мой приятель шон и люк вот я постоянно их беру в работу они очень хорошие профессионалы уже много лет работаем вот девочки у нас выравнивают бетон под каждой стеной у нас есть утеплитель демпфер но этот дом мы делали тут получается 2500 квадратных футов семь или восемь разных комнат но это занимает у нас достаточно много времени много надо окантовок делать проще конечно было делать большие комнаты такие как гостиные вот маленькая спальня по сути можно сказать это ручная работа вообще в конце концов у нас получается чуть ли не зеркальная поверхность это вы видите одну из самых больших комнат довольно таки если вот сравнивать нашу скажем стандартные работы стандартные дома то данный дом достаточно таки большой на порядок больше средних и 2500 квадратных футов как вы видите наш сотрудник достаточно смело возит тачку по трубам все дело в том что трубы высококачественные и находятся под давлением из нашей практике мы уже сделали ну не знаю десятки сотни полов то есть сначала мы очень бережно к этому относились очень боялись но уже дальше мы начали видишь и нечего бояться можно абсолютно смело вот так вот ездить тачкой завозить бетон и ни о чем не бояться кстати вы можете заметить достаточно большое расстояние между трубами дело в том что конкретно в данном регионе зимы достаточно мягкие и не требуется очень большая тепловыдача вот и и тут в принципе можно делать достаточно большое расстояние между витками и надо не сильно прикрывать пол чтобы в доме было тепло процент и обратите ваше внимание все таки это каркасный дом у которого очень много минеральной ваты у него очень низкие теплопотери поэтому даже при минимальной выдаче тепла из пола в доме будет тепло даже если вдруг что-то скажем выйдет за рамки типичной погоды и ударят более крепкие морозы все равно в доме будет достаточно тепло как вы видите перед тем как мы выливаем бетон из тачки мы подкладываем специальную фанерку или досочку для того чтобы если это где-то есть вероятность повреждения трубы то мы от подкладываем такую вот досочку чтобы этого не произошло каждый год мы делаем десятки таких полов водяных если не сотни в данном случае у нас под трубами находится очень плотный утеплитель здесь нет никаких не продавливание ничего еще можно обратить внимание на то что некоторые утеплитель имеет специальную такую поверхность как бы ламинирование конечно лучше использовать такие или покрывать какой-то защитной фольгой сначала мы разравниваем стяжку просто досочкой а потом еще применяем сверху такую вот такого виду лопатку для того чтобы бетонный пол при принимала вид такой зеркальной поверхности скажем так мы уже он уже имел товарный вид есть еще такое понятие в заливке бетона как спад это зависит от того насколько бетон имеет влаги воды вообще большое значение имеет вязкость то есть он должен иметь определенную вязкость для того чтобы выравняться с уже немножко сам то есть само собой мы его сами разравниваем но еще если вязкость правильная то он очень хорошо легко ложится занимая правильную форму все по майкам все хорошо если получается он слишком густой то уже нам тяжелее его выравнивать надо больше самостоятельно выравнивать с помощью инструмента если слишком жидкий то получается мы его как бы выравниваем выравниваем потом может поменять форму как-то куда-то перетечь и у нас может скажем так получиться в конце концов не то что мы ожидали я уже занимаюсь бетонными полами 39 лет поэтому подписывайтесь на наш канал и вы узнаете все